Международный детский центр Артек – визитная карточка не только Крыма, но и всей страны. За прошлый год в лагере отдохнуло более 30 тысяч детей. Сегодня только в очереди на посещение летних смен еще порядка 100 тысяч человек. Свою историю крымская здравница берет в далеком 1925 году. Тогда по инициативе председателя общества Красного Креста РСФСР Зиновия Соловьева был создан небольшой палаточный городок, который со временем превратился в один из крупнейших пионерских санаториев страны. Из далеких аулов, сел, городов приезжают в пионерскую здравницу лучшие пионеры нашей страны. И для каждого из них это большая награда. Сегодня площадь Артека составляет 218 гектаров. Из них почти половину занимают уникальные парки. Глобальная реконструкция комплекса началась после вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году. Из бюджета страны было выделено порядка 5 миллиардов рублей. На эти деньги проведен ремонт в корпусах, завезено новое оборудование, а также осуществляется строительство дополнительных зданий. В связи с глобальным объемом работ проект реконструкции продлен до 2020 года. Объем финансирования увеличен до 17 миллиардов рублей. Для того, чтобы лично ознакомиться с ходом реставрации, президент Российской Федерации Владимир Путин посетил всемирно известную здравницу. Вот перспектива 2018 года и главная перспектива, это, собственно говоря, весь лагерь. Он может произрастить с точки зрения требований, которые сегодня высказываются к подобному роду организации. 200 метров на человека, 218 гектаров. Владимир Путин изучил новые жилые корпуса, посетил обновленный спортивный зал, а также совершил прогулку по территории комплекса. Не оставил без внимания президент и знаменитую столовую Артека. А как раз там, по традиции, ребята отмечали день рождения одного из артековцев. Владимир Путин присоединился к поздравлениям. Миша, на рождение. Спасибо. Давай, поздравляем. Приятного аппетита. Спасибо вам большое. Это тебе на одного, нет? На весе. На весе. А сколько у вас тренировок? 26. Ну, хватит. Сочи. Приятного аппетита. Спасибо. В завершении экскурсии президент пообщался с ребятами, которые приехали в Артек из самых дальних уголков нашей страны. Москва, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермский край и даже Сахалин. Солнечный Крым принимает гостей из всей России. Владимир Путин поинтересовался, за что ребята больше всего ценят международную здравницу. Ответ был получен мгновенно. Только здесь можно найти настоящих друзей и насладиться уникальной природой. А многочисленные кружки и дополнительные занятия не дадут заскучать ни на минуту. В Артеке очень насыщенная жизнь и мы здесь не скучаем вообще. Я тоже хочу сказать, что Артек – это замечательное место и здесь действительно находят друзей. Вчера мне посчастливилось побывать в городе Керчь на строительстве Керченского моста. Знаете, вот после этой поездки мы все вернулись с отрядом. Каждый сказал гордость за Россию, что именно после присоединения Крыма к России возвели такой огромнейший, великий проект. Также в рамках беседы Владимир Путин поинтересовался о ходе реставрации Большой Митридатской лестницы в Керче. Как отметил Сергей Аксенов, проектная документация разрабатывается и работы начнутся уже в следующем году. Президент Российской Федерации попросил ускорить данный процесс. Вот видите, в прошлом году мы как бы приняли решение и целый год разрабатывается только проектно-осметная документация. Но глава Крыма здесь ни при чем. Здесь такая общая должна была бы быть. То есть есть общая работа, связанная при поддержке московских всяких ведомств. Но, Сергей Ильич, мы вас с ребятами просим просто обратить на это внимание. Если нужна поддержка еще московских структур, давайте мы это сделаем, подтолкнем, чтобы побыстрее все происходило. В 2017 году седьмую смену в лагере Артек назвали улыбкой Саманты. Несколько десятилетий назад международную здравницу в Крыму по приглашению генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова посетила Саманта Смит, девочка из Соединенных Штатов Америки, ставшая первым юным послом мира. Именно она доказала, что для настоящей дружбы не существует государственных границ. Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии. И сегодня возрождающийся Артек, он переживал недавно достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается и возрождается именно как международный лагерь. Сюда всегда приезжали самые лучшие и из нашей страны, и из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь учат главному, учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда вы не приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья. Президент также подчеркнул, что Артек учит приобретать новые знания. Поэтому те умения и дружбу, которые ребята получат здесь, должны остаться на протяжении всей жизни. Несомненно, пройдя через все трудности, Крым станет местом, которое сближает людей. И ребята, прибывшие на полуостров из 60 стран мира, сегодня подтверждают это. Егор Зайцев, Служба новостей ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова